Памятников в Иванове на родине Первого Совета превеликое множество. Отголоски советского прошлого. Вот только как относятся к ним горожане и чиновники. То, что должно быть символом памяти народа, сейчас не имеет никакой ценности. Вспомним историю со сносом стеллы на площади Победы. Вместо нее установили памятник Георгию Победоносцу. В контекст советского прошлого региона, да и Великой Отечественной войны совершенно не вписывающийся. Зато всадник выгодно смотрится на фоне свежевыстроенного храма. Один из центральных памятников города борцам революции. До недавнего времени его пантеон использовался как бытовка для мусора, метел и рассады. Чтобы в дальнейшем защитить памятники от подобной эксплуатации депутатам городской думы, Николаем Плотниковым еще полгода назад был направлен запрос в городскую администрацию. Эта инициатива даже не то чтобы наша, а еще инициатива федеральных властей и областной администрации аж от 1997 года. То есть существует определенное законодательство, которое обязывает местной власти заключать охранные обязательства с памятниками культурного наследия, но с тех пор это просто закон не реализуется. Договор об охранных обязательствах у нас в городе заключен только по отношению к памятнику вождю народов. Документ гарантирует, что монумент не будет снесен и останется в том виде, в котором его воплотил автор. Он будет реставрироваться, он будет охраняться администрацией, он будет популяризироваться, что прописано собственно говоря вот в этом охранном обязательстве. Вот только ответственность за остальные монументы чиновники брать на себя категорически не хотят. Мы подали значит ходатайство около полугода назад, но никакого значит конкретного ответа ни положительного, ни отрицательного мы пока на данный момент не получили. И кстати еще хотел бы отметить, что в этом охранном обязательстве предусматривается ответственность органов местного самоуправления за ненадлежащее исполнение вот этого охранного обязательства. То есть там довольно-таки крупные штрафы прописаны. Теперь понятно, почему администрация медлит с ответом. Наплевательское отношение чиновников к мемориалам перенимают и граждане. Осенью минувшего года памятник первому губернатору чуть было не растащили по кирпичикам. Первое время по ночам около него даже дежурили наряды полиции. Сейчас уже нет. Молодежь тоже не переполнена уважением к монументам. В сентябре мемориал славы стал местом откровенных плясок компании студенток. Но это только полбеды. Вот уже несколько лет памятник героям фронта должен быть обрамлен конструкцией из стекла и бетона. Не так давно гражданский активист Илья Журавлев выступил с инициативой придать территории за мемориалом славы статус сквера. Так как выяснил, что землю сразу за памятником планировали использовать для строительства огромного гостиничного комплекса. Стройка сорвалась из-за кризиса. Но такой лакмый кусочек в центре города, уверен Илья, без застройщика не останется. Мы хотим отстоять вот эту территорию и выступаем против того, чтобы здесь возводить какие-либо торговые офисные, какие-либо торговые центры. Мы считаем, что эта территория является неотъемлемой частью памятника и должна соответствующим образом благоустроиться. Если мы даже сейчас посмотрим на эту территорию, она предполагалась как место для прогулок, то есть с тропинками. Соответственно, у нас есть, во-первых, задача, чтобы придать данной территории статус сквера, чтобы обезопасить ее от возможной застройки и, соответственно, разработать и внести проект благоустройства. Судьба, прилегающая к памятнику территории, решится на ближайшем заседании Городской Думы. Илья надеется, что громкие речи, звучащие здесь ежегодно 9 мая, не окажутся пустым сотрясанием воздуха.